В Твери на древнем Волынском кладбище 27 декабря открыли памятник нашему земляку, выдающемуся городскому инженеру, педагогу, архитектору Петру Фадеевичу Богомолову, автору проекта «Моста через Тверцу» и других инженерных и архитектурных сооружений. Память об этом деятеле увековечена благодаря в том числе стараниям современных подвижников, волонтеров, в том числе жителей микрорайона Соминка, которые своими силами на протяжении многих лет расчищали заброшенную территорию и обнаружили, что именно там нашел свой последний приют Петр Богомолов, как и многие другие достойные тверичане. Подробности у нашего корреспондента. Городской инженер, архитектор Петр Фадеевич Богомолов оставил после себя наследство, которым жители Твери пользуются и по сей день. Рассказывает волонтер Владимир Пимонов, благодаря чьей инициативе памятник был открыт. Сам монумент был выполнен в виде камня не случайно, ведь в переводе на русский имя Петр обозначает «глыба», «скала». Это очень символично, не только это ассоциируется с его именем, но и с тем, что он сделал для нашего города. Очень много замечательных зданий, очень много замечательных сооружений, тверские коммуникации, городской трамвай, в конце концов. Ну и последнее его детище — это мост. Как отметил Владимир Александрович, камень такой же добротный и прочный, как и строение инженера. Вообще памятник — это кинотав. Саму могилу Богомолова на Волынском кладбище установить пока не удалось, но она находится где-то поблизости. Открытие памятника приурочено ко дню рождения архитектора — 13 декабря и 27 по новому стиле. В память о Петре Фадеевиче была отслужена литургия. До церемонии пришли волонтеры-представители общественной палаты, городской думы и жители Твери. Мы очень надеемся, что восстановление истории поможет восстановлению, соединению традиций, времени и оживлению. Мы очень хотим, чтобы эта территория была музеем истории под открытым небом. Поэтому и волонтеры постоянно трудятся. Напомним, что волонтеры с 2020 года ведут работы по благоустройству территории Волынского кладбища, действующего в период с конца 18 века до середины 20-го. В советское время оно пришло в запустение и оставалось таковым до наших дней. Затем доброволец, житель района Соменко Владимир Пимонов и несколько его единомышленников взялись за приведение в порядок территории. Восстановили свыше 40 старинных захоронений. В этом году была проделана большая работа по установке памятника Богомолову. Владимир Пимонов большую часть работы проделал сам, но на помощь пришли и спонсоры. Золотой фонд наших людей, такие подвижники, как Владимир Александрович Пимонов, который со своими единомышленниками, соратниками ухаживает за этой территорией, за этим кладбищем, проводит научную работу и раскопки проводит. И, конечно, таким людям нужно обязательно помогать. На грядущий год, на 2024, я и мои коллеги, некоторые из Думы городской, мы заложили некоторую сумму денег для того, чтобы здесь уже какой-то организовать небольшой, может быть, павильон, чтобы там можно было хранить поднятые земли, какие-то артефакты. Кроме того, на помощь готовы прийти и общественники, которые также считают, что Волынское кладбище, где нашли покой известные жители города, не должно быть забыто. Это серьёзное историческое место для нашего города, потому что здесь похоронено порядка 52 тысяч человек за 200 лет захоронений. Историческое место, которое требует возрождения, превращения в некий мемориал, подобный, возможно, Смоленскому кладбищу в Санкт-Петербурге. Так, в 2024 году работы по благоустройству Волынского некрополя будут продолжены. Планы большие. Хочется надеяться, что спустя годы историческая справедливость будет восстановлена.